девчонки всем привет кто был сегодня в клубе еще раз здравствуйте кто в клубе не был тем просто здравствуйте привет 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 ну что девочки сегодня решила выйти у меня был был момент и решила не терять время зря и и выйти с темой которую многие у меня уже просили в директ в личных сообщениях тема втирки да давно просите давно обещаю все никак не получается не доходит до втирок очередь поэтому вот сегодня как раз эфир будет повтор очкам расскажу покажу и расскажу какие возможные ошибки допускаете при работе софтирками так пока присоединяйтесь и сейчас возьму лист закрыть свой красивый пылесос и мы разворачиваемся выключаю сразу здравствуйте девочки всем здравствуйте рада всех приветствовать кого-то наверно уже поздно у кого-то и еще нет свет на славу и начинаем втирки до больная тема я поняла уже девчонки что у многих втирка это больная тема пигменты втирки поэтому как раз сегодня и поговорим расскажу какие варианты работы есть софти рачками расскажу какие могут быть ошибки в работе софтирками и как правильно ими пользоваться и так что собой представляют втирки и чем они отличаются от блесток такие баночки рабочие поэтому не обращайте внимание сейчас чуть-чуть их протру блестки это пыль среднего размера втирочки пигменты это у нас пыль очень мелкого помола то есть если пыль у вас пигмент будет крупного помола втереть его ее полноценно не сможете это будет больше как будут больше как хлопья смотрим тирки на самом деле бывают разные их очень много вариантов очень много вариантов есть пигменты хамелеон и есть пигменты просто там золото-серебро есть очень популярный пигмент русалка очень популярна и на самом деле вот в нашей фирме мне нравится русалочка потому что до этого много пробовала вариантов и большинство из них немного крупная фракция и получается не совсем эффект который хотелось бы а здесь вот именно она классная она вот прям ложится очень мелко так девчонки звук сейчас я выключу на телефоне она ложится очень миленько она прям шикарно вот сегодня с ней поработаем как раз есть втирки по типу призма да как у нас раньше были блестки такие голографические есть вот такие втирки призма хамелеон чик и вот это все втирки они в основном наносится их тоже можно на темный оттенок наносить но в основном они наносятся на светлые оттенки есть втирки хамелеон пигменты хамелеон вот они в основном наносятся на темный оттенок гель-лака потому что у них идет они не полупрозрачные они плотные у них идет оттеночек и на светлых они будут смотреться как грязные поэтому хамелеон чеки все они наносятся именно на темный оттенок гель-лака дают тоже очень красивый эффект сегодня поработаем и с хамелеоном покажу что как с чем так есть обычные недорогие пигменты их тоже можно использовать как в тирке вот этот очень люблю пигмент он пигмент он очень красиво смотрится на новый год вот он у меня очень мега популярен красивый это 175 оттенок очень красивый золотистый он если наносить на белый цвет отливает прям немного голубым цветом смотрится шикарно это самый недорогой вариант из всех всех пигментов но он достаточно красивый есть таких вариантов несколько 175 173 174 там разный отлив золото зелененькие розовые разные варианты в тирками можно работать на самом деле в нескольких техниках вот сейчас посмотрим рассмотрим попробуем самое главное что мы должны в первую очередь знать о в тирках в тирке наносятся на поверхность без липкого слоя без дисперсии ни в коем случае в тирочке не наносим на дисперсию на дисперсионный слой почему объясняю на дисперсионном слое в тирка станет у вас мелкими блестками то есть вот этими частичками она и останется она не в отрется она будет как мелкий мелкий блеск только на поверхности без дисперсии так ну давайте давайте с вами сделаем покажу как красиво может у нас вот это играть наша русалочка даже на цветных гель-лаках только на поверхности без дисперсии без дисперсионной пленки втирка будет полноценно именно в тиркой то есть любой пигмент станет именно в тиркой очень красивый оттеночек это 307 из новой коллекции очень красивый такой сложный голубой я бы сказала фиолетово-голубой оттенок он чем-то похож на 99 из коллекции city woman но немножко темнее идет себе немножечко темнее получается так пока разворачивала цвет мог немножко подплыть поэтому выравниваю подсушива сушим цвет мы в принципе 30 секунд где-то если лампа мощная если цвет не слишком плотный нормальный то сушим добрый вечер девочки сушим в течение 30 секунд этого вполне достаточно так дальше давайте параллельно сразу еще сделаю какой-нибудь свет так покажу вам давайте на черном хамелеон чик и покажу вам все-таки призму качестве темного вы можете использовать не только черный но и какой-нибудь темный графит можно использовать вот что-то типа 294 оттенка можно использовать полноценно 30 в принципе без разницы поэтому ну давайте посмотрим на 294 главное чтобы подложка была очень-очень темная тогда хамелеон чеки будут играть полноценно красиво полностью без каких-либо проплешинок единственное смотрите чтобы у вас цвет хорошо досыхал чтобы он потом у вас не скукоживался не вздувался и так дальше нам понадобится с вами топ т-класс топ т-класс это топ без липкого слоя смотрите ультрашайн у нас тоже топ без липкого слоя но суть в чем ультрашайн он зеркальный может получиться так что вы его пересушите и на него ничего не вотрется либо вы потом сверху не сможете перекрыть поэтому с этим очень аккуратно советую все же использовать топ т-класс просто хорошо просушивать его чтобы не было совсем дисперсии топ т-класс топ ультрашайн классно идет когда вы делаете рептилию когда у вас втереть нужно пигмент в нижний слой но при этом именно пятна рептилии у вас ультрашайном покрыты без дисперсии топ т-класс топ т-класс девочки мы наносим тонко потому что это у нас дополнительный слой не забываем что все дополнительные слои должны быть нанесены достаточно тонко но суть в чем под втирку вы все равно должны немножечко топ под выровнять потому что втирка кто делал в тирку тот замечал особенно хамелеон и они подчеркивают все недостатки поверхности прям вот все 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 если у вас будет топ нанесен с какими-нибудь буграми проплешинами или еще что-нибудь ваша втирка все подчеркнет поэтому стараемся я что сейчас делаю почему из камеры выхожу я переворачиваю типсик просто под камерой это неудобно делать и просушиваю просушиваем 30 секунд но если у вас лампа недостаточно сильная пробуйте просушивать чуть чуть дольше чтобы у вас не оставалось дисперсии можно допустим 45 секунд просушить чтобы досыхал хорошо ваш цвет вернее топ т класс смотрите то же самое несмотря какая втирка с какой втирка я буду работать топ т класс под любую втирочку он кстати очень хорошо и держит втирки и на него шикарно наносятся втирки и к тому же в принципе он универсален он у нас если есть он подходит для многих техник и не требуют дополнительного какого-то наличия сотни тысяч других топов он у нас и для акварели подходит и для втирка для шермиконов много для чего выравниваем прям стараемся под выровнять его хорошо сейчас девочки покажу 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 пожалуйста какой вам из у меня их три можно сказать но не считая вот этого вот дизайн вот дизайн вот дизайн выбирайте итак предыдущий у нас подсох и мы будем втирать как мы втираем смотрите я никогда я не никогда вообще никогда не втираю спонжиками во-первых мне неудобно во вторых у меня был момент когда спонжик просто порвался и он поцарапал поверхность на которой уже нанесена втирка и с этим уже ничего не сделаешь обратно втирку не вотрешь и в третьих смотрите втирку нужно наносить плотненько но если вы ее нанесли как зеркальную поверхность как стекло у вас сверху может не перекрыться она не ни одним из топов то есть в этом тоже может быть большая большая проблема поэтому с этим аккуратней как я наношу втирочки беру сам пигмент беру кисть для блесток что такое кисть для блесток но в данный момент это была кисть овал номер 6 она уже пришла в негодность либо с полимеризовалась либо распушилась и так далее мы и тщательно промываем в евроклинсере в обезжиривателе и получаем кисть для блесток кистью для блесток мы наносим пигмент вот таким образом просто нанесла как правило это важно сделать под кутикулу тщательно баночку беру фокус появился тщательно под кутикулу вот таким вот образом прям заходим и боковые валики здесь наверху просто небольшой остаточек пигмента и дальше аккуратненько втираю это все пальчиком но я работаю без перчаток поэтому у меня пальчик смотрите поверхность зеркальная но я не стараюсь сильно затереть ее для того чтобы у меня потом не было в дальнейшем проблем с этой втирочкой то есть я просто втерла я не затираю не пытаюсь ее там в микро миллиметры везде по вносить я просто втерла втирочку обязательно после этого мы должны зафиксировать ее в лампе чтобы она не потянулась за кистью топа фиксируем в лампе ну можно даже те же 30 секунд зафиксировать показала уже девочки показала показала скоро они появятся в ленте вот эти точно вот эти появятся в ленте студии stories точно поэтому ищите их там так и и здесь здесь мы сделаем сразу хамелеончики дальше моя задача я аккуратно отряхнула лишняя после просушки просто стряхнула все лишнее чтобы за кистью не тянулась чтобы и не портила кисть и здесь моя задача моя задача взять баф или пилку смотрите моя задача это просто старая пилочка у меня стоит под боком моя задача это может быть баф это может быть пилка любая моя задача освободить торец именно торец от пигмента прошли туда сюда несколько раз не обезжириваю ничего можно прям этой же кисточкой слегка все стряхнуть я освободила торец но здесь торец очень тоненький естественно на натуральных ноготочках конечно он потолще освободила торец от пигмента для чего для того чтобы у меня у моего сверху топа было с чем сцепиться здесь зеркальная поверхность если ему не за что зацепиться у вас он будет отходить если он сцепиться по торцу с чем-то до соответственно у нас поверхность либо цветная цветник либо гелевая плюс мы сейчас еще ультрабонт нанесем в этом случае у него есть к чему прицепиться за что зафиксироваться и у нас не будет потом с вами проблем с тем что топ будет сверху отслаиваться дальше берем ультрабонт у меня ультрабонт рабочие он отдельный его себе пометила он отдельный почему потому что чтобы в обычный ультрабонт с которым вы работаете с ногтевой пластиной не попадал пигмент остатки какие-то слайдеров и так далее заведите себе просто обычный бутылечек вот закончится у вас ваш да и отдельно в него налейте ультрабонт пусть он стоит отдельно и мы должны только по торцу пройти ультрабондом я не пытаюсь нанести на всю как-то поверхность на свободный край только торец но вы должны учитывать что разъезд или не разъезд ультрабонд пигмент зависит от самого пигмента и от ультрабонта которым вы пользуетесь то есть это такой фактор который в совокупности уже создает проблему или не создает ее наш ультрабонд наши втирки не разъедает даже если вы попадете на втирочку за остальные ручаться не могу и я вот тут пошли уже мои личные лайфхаки я использую для втирок слайдер топ как промежуточный фиксирующий топ мне он очень нравится он очень плотный он не разъедает пигмент и он шикарно держит все втирки шикарный топ для этих целей сначала наносим промежуточный топ я наношу слайдер топ как я уже сказала тонко не забываем что это должно все быть тонко чтобы не создавать дополнительную толщину на ноготочках очень некрасиво смотрится когда у вас втирка сделано вареником я их так называю вареники когда у вас огромные слои неровные еще толщина создается на свободном крае и по бокам это некрасиво у вас топ потек все толщина присутствует и в конце концов у вас такая вот плюшечка получается нет девочки все слои должны быть максимально тонкие максимально чтобы это было все аккуратно и красиво и только после того как у нас просох слайдер топ сушим его 30 секунд после этого мы можем использовать уже любой топ для того чтобы зафиксировать наш ноготочек все слои и слайдер топ и финишный слой у нас должны с вами быть запечатывающими то есть обязательно запечатываем торец и финишным топом немножечко под выравниваю поверхность чтобы у меня был присутствовал блик на втирке этот блик конечно же играть так не будет но тем не менее все равно красивый блик у нас красивая поверхность быть обязана чуть-чуть вне камеры я сейчас переверну ноготочек под камерой неудобно переворачивать и что мы в результате получаем в результате получаем и красивые ноготочки спасибо большое за ногти девочки спасибо очень приятно эфир я постараюсь сохранить если инстаграм не будет выделываться я постараюсь сделать общее фото и сохранить его в ленту всем здравствуйте и вот такой итог у нас получился голубой цвет ну здесь наверное под камерой не видно всех переливов переливы очень красивые от розово-зелено-желтого до голубого очень красиво вот это сама втирочка этот пигмент 204 это русалка хвост русалки нереально красиво смотрится играет один из самых любимых пигментов клиентов сушим окончательно две минуты любой топ дальше работаем с вами с хамелеоном ну давайте три стоит прошу прощения 204 хвост русалки давайте поработаем сейчас хамелеончиками хамелеончики вот как раз покажу вам еще один вариант нанесения хамелеонов мало того что поработаем принципе хамелеонами сейчас покажу свой любимый вариант работы хамелеонами беру два варианта два цвета это могут быть любые оттенки которые вам приглянулись у меня это 193 и 194 и из них я сейчас сделаю градиент как мы его будем делать также набираю небольшое количество пигмента на кисть и наношу в район кутикулы в данный момент именно в район кутикулы и дальше я пигмент растягиваю вот представьте что вы градиент делаете то есть вы должны полу полу смотрите полу сухой кистью без пигмента просто чуть-чуть растянуть его в градиент после этого мы набираем ничего не струшиваю ничего не добавляю вообще вот почти с пустой кистью и после этого я на нижнюю часть наношу второй цвет пигмента и также как градиент его растягиваю пытаясь сделать переход из цвета в цвет смотрите что получается ну на камере не знаю видно или нет цвета они в принципе схожи немножечко но вот нижний оттенок он более коричневатый верхнем более зеленый и получается очень красивый градиент оттенки могут быть разные может очень красиво смотрятся оба эти цвета с зеленым который у нас 195 пигмент если хочется еще чуть-чуть добавить просто берете и добавляйте но не забывайте про момент который я говорила что ни в коем случае нельзя сделать поверхность зеркальной очень красиво получается согласно здравствуйте здравствуйте девочки всем здравствуйте рада всех приветствовать видеть в эфире опять слегка лишние струсили и подсушиваем в лампе фиксируем обязательно 30 секунд чтобы у нас пигмент полимеризовался вместе с дисперсией не могу сказать что у топа teclas есть дисперсия но тем не менее он у нас не досушены потому что он резиновый он у нас сохнет полноценно высыхает за две минуточки мы его сушили 30 секунд соответственно он недосушенный так вот пигмент как раз таки который мы втерли он досыхает вместе с топом teclas и за кисточкой у вас уже не потянется как крылышки майского жука согласна очень красиво смотрится сейчас в лето конечно такие пигменты не так актуальны как в зиму а вот осень зима это прям вот бум среди клиентов вот такие всякие хамелеон чеки в тирочке и так далее сейчас конечно уже идет акцент на не он чеки на яркие оттенки вот они поближе смотрите чтобы было видно разницу видите один зеленовато розовый а второй он как-то розово коричневато зеленый больше в коричневый уходит еще раз показываю это пигмент 193 пигмент 194 смотрите в баночке на самом деле пигмента небольшое количество в любой баночке там то ли полграмма то ли один грамм но пигменты они у них очень небольшой расход и вам их хватит на достаточно долгое время поэтому да они не дешевые но при этом расход у них небольшой как цвет глаз мухи очень интересное сравнение с чем только не сравнивали да но с глазом мухи еще ни разу не слышала и так давайте дальше поработаем я им вам их потом еще все в конце выставлю покажу так давайте теперь сделаем тоже вариант градиента но немножечко другой люблю очень этот вариант у меня есть клиенты которые любят вот такой вот бледнятинку я ее называю это вот как раз для них вариант но очень смотрится нежно и красиво поработаем сейчас пигментом призма очень красиво смотрятся пигмент серебро золотом если сделать градиент переход тоже очень классно получается попробуйте вариант сейчас я представляю что у меня здесь камуфляж либо опиленная поверхность камуфлирующего геля либо это камуфлирующая база и наношу топ т класс у меня почему-то в пирками местами на что втираете давайте начнем по порядку на какой топ втираете причина может быть в топе тип сыну сейчас найду или нет девочки называется этот пластилин строительная жвачка по-разному называется pata fix приобрести можно в любом канцелярском магазине можно в зебре приобрести в ашане они есть много где есть он даже подсказывать что и на зоне они есть поэтому называется pata fix желтая а у меня есть кстати сейчас покажу стоит передо мной по этому же принципу наносим выравниваем и сушим сейчас покажу девчонки это вот вот такая вещь вещь так хорошо топ т класс начинаем дальше по порядку как какие втирки возможно топ т класс не досыхает или пересыхает либо качество втирок не очень хорошая либо возможно вы чем-то может быть царапаете поверхность это незаметно наносите чем кисточкой или спонжем добрый вечер девочки всем добрый вечер у меня мой типсик и сейчас я хочу поработать вот этой втирочка 197 призма в чистом виде я ее не могу сказать что люблю потому что не люблю вот такие всякие переливы мне напоминает старые а-ля девяностые да какие-то лайки вот помните у нас раньше были вот такими переливами всякими ну вот не знаю в чистом виде как-то я его не воспринимаю так втирка эми 197 вот втирка эми 197 давайте вот как раз сейчас призма топ т класс втирка кисть и вот сейчас мы будем смотреть но я буду делать как градиент но тем не менее все равно будет видно все смотрите небольшое количество набираю на кисть сверху или снизу без разницы наношу небольшое количество вот прям лишнее обратно в баночку стряхнула и что дальше делаю и дальше сухой кистью уже из того что есть растягиваю пигмент пока у меня не останется вообще пустое пространство то есть такой вот делаю аля градиент смотрите как красиво получается терла помогла себе кистью можно выше можно ниже меньше брать и вот теперь смотрим смотрите поверхность втирки 197 пигмент на т-класс вы видите что нет ни одной проплешинки то есть наносила сейчас прям при вас если хочется сверху поярче сделать поплотнее прям можно сверху конкретно вниз я спускаться не буду сверху конкретно добавить еще немного пигмента но не забывайте про то чтобы не сделать поверхность стеклянной две минуты возможно пересыхает поверхность топа текласс в обычной лампе это ультрафиолетовая лампа возможно просто ультрафиолетовой лампе топ текласс ведет себя по-другому девочки не могу сказать есть возможность попробовать у кого-нибудь другую лампу возможно подружки занимаются ногтями коллеги где-то знакомые именно попробовать взять либо к ним съездить попробовать как ведет себя топ у них с этой же втиркой все то же самое сан 9 значит пересыхает если это сан ванны то скорее всего у вас пересыхает просто топ текласс потому что я думала этот тоннель ультрафиолет как раньше были если сан сан 9 то скорее всего пересыхает поверхность то по 30 секунд я сушил максимум 45 максимум если у вас другая лампа не эминская в тирке так настя в тирке на поверхность без дисперсии правильно а блестки на дисперсию верно все верно скатывается когда пальчиком прихлопываю блестки значит старайтесь не втирать блестки вот так вот прям а просто их придавить вот придавить скорее всего недостаточная дисперсия либо не просушили блестки после нанесения и у вас получается вы естественно мокрые блестки можете скатать просто придавливайте вот таким вот образом чтобы не втирать их придавили чтобы не торчали подсушили в лампе со всех сторон шлифанули поверхность торец и дальше работайте как обычно так ими блестки на дисперсию до дисперсия правильно так это не то пальто но здесь опять давайте закончим этот вариант тот же самый момент шлифуем поверхность торец шлифуем торец по порядку прям рассказываю как есть ультрабонд постараюсь леночка сохранить эфир если ничего не помешает если у нас инстаграм не будет выделываться постараюсь если от меня будет зависит то конечно сохраню так слайдер топ тот же самый полностью та же самая технология слайдер топ за другие топы не могу отвечать девочки могу отвечать только за то что чем я работаю поэтому если вы работаете другими топами базами и так далее здесь пробуйте экспериментируйте находите топ который будет хорошо держать втирку и при этом не разъедать ее потому что я в свое время тоже перепробовала много топов ну вот мне два даже два слоя т-класса не очень нравится потому что слайдер лучше держат втирку лучше даже чем два слоя т-класса хотя т-класс классно держит все поэтому так смотрите вот здесь момент если у меня вот такой вариант нанесена втирка от кутикулы я просто перекрыть могу одним даже слоем топа мою поверхность и все блюд хорошо единственно следите чтобы не было в топе проплешин чтобы если вдруг нужно обезжирить чтобы втирка просто не стерлась пигмент а так в принципе один слой топа я клиентки перекрывала ни одной ни один раз все держится очень хорошо если у вас такой же градиент нанесен с торца со свободного края значит вы должны работать уже с финишем как софтиркой то есть сначала зашлифовали ультрабонд слайдер топ потом топ финишный почему потому что когда у вас тирочка от кутикулы у вас свободный край спокойно запечатывается и ничего с ним не происходит даже обычным топом там нет втирки ну то есть работа обычная как обычно с гель-лаком с базой если у вас с торца даже градиентом сюда растянута втирочка но торец плотно нанесен значит считается что это у вас полноценная втирка все это полноценного нанесли пигмент торец закрыт у вас торец у вас прикрыт пигментом прикрыт втиркой и соответственно работаете вы с ним как с уже с полноценным ноготочком покрытым дирочкой так сделали и в принципе в принципе ну хотите давайте попробуем еще вот этот 175 пигмент на белый цвет покажу а так в принципе я вам рассказала пишите пока вопросы какие остались вопросы есть ли сейчас по втиркам у вас вопросы основу основ я вам уже рассказала то есть все моменты все детали по втиркам я рассказала какие остались вопросы остались ли так что мы тут снимем давайте пигментик снимем и сделаем с вами так уж и быть белый цвет просите покажу вам какой он красивый на на самом деле в жизни получается и что он ничуть не хуже каких-то там дорогостоящих тирочек зря им этим пигментом не уделяют достойного внимания они очень красивый день втирка так хорошо кистью втирается а спонжем вот о чем я и говорю спонжем я не втираю во первых первое спонж делает поверхность стеклянной то есть он настолько плотно втирает втирочку пигмент что стеклянная поверхность потом может сверху ничем не перекрываться во первых во вторых мне не удобно они могут рваться и так далее в третьих у меня был момент когда спонж порвался и поцарапал поверхность уже с нанесенным пигментом и здесь вы уже ничего на клиенте не сделаете то есть это вам вытирать и перекрывать заново и заново наносить то есть был такой казус у меня после этого я выкинула все спонжи не вижу в этом смысла то есть кисточка давайте прям на себе покажу хоть у меня а вот у меня есть не матовый ноготь и на себе покажу как я втираю втирку не помню что здесь за топ но не важно смотрите так фокус ловись фокус ловись и так нанесла это у меня вот я взяла прям призму призму но здесь не знаю как нанесется в отрется потому что топ не свежий топ уже несколько дней топу и так смотрите я вот таким образом в первую очередь наношу под кутикулу и боковые валики пигмент и оставляю количество сверху прям по всей поверхности небольшое не много не надо делать даже можно потом будет остатки стряхнуть обратно в баночку чтобы не перерасходовать материал и вот видите царапнула уже все уже видите проплешина это просто ногтем царапнула даже даже не спонжем и далее далее просто начинаю втирать где-то если нужно берете и добавляете втерли и потом у вас потом у вас еще раз говорю покрытие даже не помню что у меня ультра шайн или что покрытие не свежая поэтому на качество втирки не смотрим потом обязательно стряхнуть по бокам лишнее везде и после этого сушим в лампе фиксируем и далее уже работаем полноценно с данным пигментом софти рачкой как обычно шлифуем торец ультрабонт и так далее еще раз говорю здесь покрытие уже несколько дней и она пересушенная переношенная естественно здесь в тирков втереться не может хорошо полноценно я вам просто показываю как наношу на клиенте после этого вы тщательно перекрываете но стараетесь так перекрыть чтобы аккуратненько конечно же подвести максимально под кутикулу потому что если клей вы не подвели под кутикулу и клиент помоет грубо говоря ручки или еще лучше вы обезжирить и у вас просто-напросто оттуда в тирочка вся слезет поэтому здесь перекрываем конечно же тщательно стараемся аккуратно все я стираю это был просто показ как работать на клиенте спонжем я не работаю я на нем уже собаку съела поэтому вытирать кисть либо отдельно нет эта кисточка отдельно под блестки я ее могу протирать вот так а салфеточку если у меня используются разные пигменты либо я допустим темный пигмент использовала чтобы потом не пачкать не забыть об этом и не пачкой другой я вытерла влажная салфеточка и потом просто распушила ее кисть обратно она быстро подсыхает либо можно промыть также в евро клинцере эта кисточка у меня отдельно для блесток и пигментов только для них кисть пушистая обычной кистью вы не вотрете пигмент будет неудобно это делать только пушистая какой-нибудь кисточка это может быть любая кистью я думаю что у многих есть кисть которая или распушилась или где-то сполимеризовалась хорошо тщательно и и прям до мягкости промывайте в обезжиривателе и можно сделать такую вот кисточку так девочки извините был вопрос что сделать чтобы топ не пачкался после блесток и в тирок до тщательно от трусь смотрите об трусили тщательно прям кистью об трусили полностью излишки и после этого обязательно фиксируем в лампе вместе с блестками вместе с пигментом лампе нужно зафиксировать хотя бы 30 секунд топ подсыхает вместе с пигментом и блестками и потом не так тянется можно вытащить с лампы и на всякий случай еще пройти остаточки струсить и тогда у вас не пачкается топ если все равно пачкается заведите просто баночку отдельно топ для блесток и в тирочек чтобы не жалко было совсем но вот по моему опыту у меня один топ просто тщательно все стряхните и обязательно зафиксируйте в лампе так что там у нас где подготовила типсик так цветные пигменты на какой тот наносит девочки вот все пигменты именно пигменты мелкие втираю как в тирку на топ т класс все абсолютно для фарфорового цвета фарфоровый у всех понятия разное посмотрите просто какие пигменты есть у нас есть 206 207 пигменты они как сатиновые придают на это такой какой-то серебряный наверное оттенок любому цвету ну поищите просто я так не могу сказать потому что понятие фарфора она у всех разная и плотность соответственно так ну 001 белый цвет кисть которой топ наносим ну топ наносим до полностью вот флакончик наношу топ вот она кисть если сделать все что я сказала то кисть смотрите она практически не пачкается то есть вот он у меня топ он один для всего для втирок для нефтирок для всего есть достаточно в нормальном состоянии втирки пигменты это одно и то же пигмент ну пас по факту это то что в баночке сам пигмент вот этот вот порошочек он называется ох ох закрыла ох закрыла он называется пигмент вот этот порошочек а то что мы втерли вот это вот уже называется втирка то есть она втирается она втерта вот то что вот это вот она называется уже втирка то есть по факту сам пигмент это то что в баночке втирка это эффект который мы создали втерли разница только в этом есть после этого еще пыль и блестки пыль она чуть-чуть крупнее идет чем пигмент соответственно блестки это уже более крупные частички по факту пыли блестки это есть все блестки просто у них есть подразделение на более мелкие какие-то блестки есть прям вот такие вот глиттер блестки да вот они глиттера называются по-другому крупные блестки по-разному то есть это все уже пыль это более мелкие блестки но не пигмент так что мы здесь белый цвет я запуталась уже отвлеклась все наносим белый цвет сушим сушим лампе также 30 секунд белый можно сушить и 45 секунд и минуточку потому что белый достаточно у нас плотный у него плотный пигмент для того чтобы он имел хорошую укрывистость и соответственно ему нужно лучше просыхать неон на липкость до него новый пигмент мы наносим на дисперсию все правильно то есть мы создаем под них дисперсию то есть мы берем либо белый цвет дисперсия либо что-то другое все верно вот видите концу эфира вы начинаете уже все разбираться во всем остался у нас последний момент и мы будем с вами закругляться чтобы я могла сохранить эфир наношу сейчас пропустила девочки постараюсь сохранить постараюсь если все хорошо пройдет и гладко то постараюсь сохранить неоновые пигменты до на дисперсию либо подмешиваем в топ по-разному т-класс также наношу с небольшим выравниванием я здесь уже не буду заострять внимание в принципе мы уже с вами все знаем все умеем уже всю последовательность мы за час выучили переворачиваю чтобы у меня сцентровался топ чтобы он у меня был ровненький красивенький сушу вспоминаем сушим от 30 секунд до 45 секунд и здесь я как раз возьму вот этот пигмент не буду переворачивать 175 на карту могу только после эфира сушим 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 и втираем кисть у меня чисто я и только что почистила важно не забывать чистить кисть после использования потому что после хамелеона допустим вы влезете вот в это на белое и у вас будет грязный цвет пигмента подсушили и таким же образом мы втираем очень красивый получается а здесь не получится девчонки слышите я у вас чуть-чуть обманула очень классный получается эффект здесь будет просто золотистый но есть небольшой голубоватый отлив до есть самый красивый эффект у этого пигмента когда мы его на дисперсию наносим смотрите вот сейчас видите у него золотистый эффект очень красивый но он у нас слегка голубоватый а когда мы его наносим на просушенную дисперсию он прям такой голубенький голубенький получается прям классно но так тоже очень красиво смотрите какой красивый жемчужный золотистый отлив и вот несмотря на то что пигмент из недорогой серии вот прям шикарно получается красивый эффект поэтому вот понаделайте с такими пигментами тоже вариантов я думаю что вас клиентам понравится вопрос не по теме пылесос сейчас на данный момент у меня пылесос эмил фирма эмил эмиль по-разному их называют у меня встроенный пылесос но она вот сейчас прям у нас остро стоит вопрос какие пылесосы брать в студию и почему-то представителей на самом деле не так много сейчас плюс у них не в наличии те модели многие модели которые хотела бы поэтому вот сейчас думаем брать тот же эмиль сюда нам студию другим мастерам или буду искать что-то другое макс видела пылесоса но мне не нравятся они громоздки я на самом деле просто хочу такой же встроенный девочкам поставить потому что мне очень комфортно удобно с ним и вот эти вот я отвыкла от того что пылесосы стоят сверху но вот я же говорю здесь у нас почему-то в городе нет пылесосов таких в наличии милевских вот сейчас думаю о том чем заменить потому что у нас прям остро сейчас то этот вопрос сейчас девочки покажу уже показывала в принципе в эфире можно посмотреть будет сейчас покажу еще раз также шлифуем но не буду тратить время шлифовать и наносить ультрабонт та же схема абсолютно тоже шлифанули на не старец нанесли ультрабонт нанесли слайдер топ зафиксировали в лампе и после этого у нас с вами идет уже любой топ макс встроенный очень удобен по мощности не знаю я с ними не сталкивалась по мощности они также за озерск я поняла ну вот надо найти поискать представителей вот сейчас я же говорю рассматриваю несколько вариантов прям буду думать какой тема была у нас пигменты в тирке вот смотрите какой у него красивый отлив получается золотистый такой с небольшой голубиночкой вот очень такой красивый голубой прям отлив когда на дисперсию наносите он получается как мелкий мелкий блеск блесточки больше вот поэтому пробуйте девчонки если что пишите если будут вопросы пишите в директ я конечно всегда отвечаю единственное возможно не сразу потому что по мере загруженности когда освобождаюсь захожу в директ и тогда уже отвечаю на вопросики что шлифанули шлифуем торец шлифуем торец пересмотрите эфир шлифуем торец бафом или пилочкой после в тирке так ну все я тогда с вами буду прощаться а рассмотрели мы с вами все варианты возможные и невозможные поэтому пробуйте дерзайте думаю что у вас все получится главное задаться целью все девчоночки всем хорошего вечера всем пока пока